Слава Богу! 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 Дедушка не закрыл на ночь дверь, потому что там был замок, и он понял, что дедушка не закрыл замок. Ну, прошло пару минут, и брат тихонько встал, ну, непорядок, как это на ночь не закрыть дверь. Кто-то помнит с вас эту историю, нет? Непорядок. И этот брат решил исправить эту вещь, значит, подошел тихонько к двери, решил, что дедушка, наверное, уже спит, подошел тихонько к двери, и тихонько закрыл дверь на замок, пришел, лег обратно на свою кровать. Прошло пару минут, ну, тишина, темнота в комнате, дедушка вроде бы как уже и спит, наверное. И брат этот лег, так пару минут прошло, и вдруг слышит голос этого дедушки. Браток, а ты вообще верующий? Тот говорит, ну да. Он говорит, ну, если ты верующий, говорит, пойди, открой замок. Ну, тот встал. Все-таки хозяин дома сказал открыть замок. Пошел, открыл замок. Я сегодня не говорю о том, нужно ли нам закрывать верующим людям, если мы доверяем Богу. Нужно ли нам не закрывать машины, или нужно ли нам закрывать дома. Это отдельная тема, я сейчас не хочу об этом говорить. Как я уже сказал, кто-то хочет посмотреть, это ваше дело, можете посмотреть, много интересного. Но мне запомнилась вот эта вот фраза, которую я помню уже несколько лет. Браток, а ты вообще верующий? Вы знаете, когда я вспоминаю вот этих израильтян, как они при каждом новом испытании допускали сомнения, допускали вообще сомневаться в том, что Бог с ними, что Бог присутствует в их жизни. И когда я ловлю себя на том, что при моих каких-то мелких жизненных испытаниях, которые приходят в мою жизнь, я ловлю себя на том, что и говорю сам себе честно признаюсь, что я ничем, я не знаю, как вы, но я ничем не лучше тех израильтян. И при каждом каком-то моем испытании, когда может быть что-то в жизни мне не нравится, и может даже иногда обида какая-то к Богу приходит в мою душу, заходит, почему Бог так сделал. Вы знаете, я всегда вспоминаю эту фразу и сам себе говорю, Яков, а ты вообще верующий? Если человек верующий, который действительно верит Богу, верит неважно, что в его жизни происходит, что Бог где-то рядом, Бог контролирует ситуацию. Если человек верующий, вы знаете, отсюда очень много можно, как говорится, много последствий после этого, потому что человек не будет допускать ни сомнений, ни ропота, ни обиды на Бога, никаких других вещей, неважно, что бы в его жизни происходило. Если эти вещи, которые мы с вами сейчас прочитали, давайте их в двух словах еще прочитаем, это, опять же, 1 Коринфянам, 10 глава, здесь записано так. Итак, не будьте идолопоклонниками. Да, сегодня, слава Богу, мы не кланяемся каким-то истуканам, но, к сожалению, у многих христиан в сердцах очень много идолов. Не так давно мне пришлось побыть в доме одной верующей семьи, и у них есть сын, который как бы музыкой увлекается, так сказать. Я зашел в его комнату, верующий, вроде бы как, человек. На стенах висят громадные плакаты ансамбля Битлз, еще там один паренек какой-то длинноволосый. Я у него спрашиваю, а этот что за парень? Ну, Битлз-то я знаю там по картинкам с магазина. А, говорю, этот что за парень? А, говорит, музыкант. Я говорю, ну и что, он живой еще? Не, умер от наркотиков. Я так посмотрел, и мне стало очень горько. Верующий человек, как он себя называет, на стенах висят, я по-другому не могу назвать, как идолы, это мое личное мнение, это идолы. У верующего человека, у верующего христианина на стенах, пусть даже это какие-то там великие музыканты были, это не наш профиль. Наша музыка и цель нашей жизни – Бога славить. Поэтому сегодня то, что здесь написано, не будьте идолопоклонниками, это относится ко многим христианам. Не станем искушать Христа, не будем благородействовать, я пропускаю, надеюсь, что у нас об этом речи даже быть не может. Не станем искушать Христа, а когда в нашем сердце, при каждом новом испытании, каком-то новом, малейшем искушении в нашей жизни, и у нас пропадает вера, что Бог контролирует ситуацию, это ничего иное, как искушение Христа. Не ропщите, как некоторые из них роптали. И тут 12 стих, который мы сразу с вами не прочитали, написано, «Потому что, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». На сегодняшний день, мне кажется, каждый из нас должен проверить, а чем мы лучше вот тех израильтян? Мы чем-то лучше или мы такие же самые? Просто дайте ответ каждый себе. Вы каждый из нас, точнее, каждый из вас знает свои жизненные обстоятельства, знает все, что происходит в его жизни, те мысли, которые к вам приходят, те сомнения, как я уже сказал, может быть, обида на Бога приходит. И вот в тот момент, мне кажется, каждому из нас стоит задать вопрос, или точнее вспомнить того дедушку, который говорит, «Браток, а ты вообще верующий?» Один брат, это реальная история, у него сын 6 лет, заболел, рак мозга. Можете представить, что это такое. Я иногда, когда думаю об этих всех болезнях, вы знаете, как расстреливали бывало людей, это самая легкая смерть, наверное. Ты даже почувствовать ничего не успеешь. А когда вот такая болезнь у твоего сына 6 лет, рак мозга, и твой ребенок на твоих глазах мучится и медленно умирает. И этот человек, это был верующий. Действительно верующий. Проходили, его ребенок лежал в одной комнате, где лежали другие дети. Это здесь в Америке лежат все по отдельным комнатам. Там, в России, в одной комнате лежало по, в основном по 2-4 человека. И проходили родители посещать своих детей, других, которые лежали там с небольшими заболеваниями. И этот брат им проповедовал о Господе, о том, что Бог есть, что он любит. Они смотрели на него вот такими глазами, они ничего не понимали. Они забирали своих детей и уходили домой. А этот человек проповедовал о любящем Боге, а его сын умирает. Но это был верующий брат, который знал, что Бог дал ему этого ребенка на какое-то короткое время. Даже пусть ребенок ваш вырастет до 20 лет и уйдет с вашей жизни, это все равно короткое время. Уйдет, в смысле, из вашего дома, я хотел сказать. Его ребенок умер. Прошло какое-то время. Это брат был служитель. Он проехал в другую церковь там с посещением. И после собрания к нему подошел один брат. Точнее, не подошел, а подбежал. И первые его слова, того брата к этому, были, как Бог такое мог сделать? Как Бог такое мог допустить? Он говорит, что такое, расскажи. Вот у меня был ребенок, больной, у него был рак мозга. Сколько мы молились, сколько молились с помазанием. А он все равно умер. Я же просил Бога, как он мог такое сделать? Этот брат послушал его и говорит, слушай, ты не мою историю рассказываешь случайно? Вот так, знаете, чуть-чуть в шутку, так сказать. Говорит, у меня точно такая история. И начал этому брату, а тот брат был практически уже на пороге уйти в мир, уйти из церкви. Он настолько разочаровался в Боге, что Бог не выполнил его просьбу. И он был готов уже вообще уйти от Бога. Этот брат начал ему рассказывать о своей жизни, говорит, у меня точно такая ситуация. Когда разговор закончился, этот брат, который стоит по местной церкви, говорит, слушай, сколько раз я беседовал, говорит, со своими братьями. Они меня, говорит, убеждали. А я им всегда говорил, вам легко говорить, потому что у вас детей больных нет. Но, говорит, я теперь понимаю, что, говорит, действительно, моя жизнь, она находится в Божьих руках. И Бог делает в моей жизни то, что Он считает нужным. Он остался верующим, тот второй. Почему Он остался верующим? Потому что тот первый был верующим. Верующим не на словах, а верующим на деле. Как-то я слушал одного проповедника, я уже буду скоро заканчивать, и мне понравилось его высказывание. Давайте вот буквально в двух словах перечислим. О чем мы просим Бога? Обычно. Ну, финансовые обстоятельства какие-то, да? Молится нехорошие. Работу, чтобы Бог послал. Вот, хорошую. Кто-то молится о том, чтобы Бог исцелил. Кто-то молится, может быть, еще о чем-то. Много есть нужд. И этот проповедник, он обратил внимание, говорит, мы с вами хотим изменить обстоятельства. Мы просто хотим изменить обстоятельства. Обстоятельства с нашим здоровьем, с нашими финансами, с семейными какие-то обстоятельствами. Мы хотим изменить обстоятельства. И вы знаете, Бог наш, Он хочет помочь нам в нашей земной жизни. Он хочет нам и финансовое областовение, и здоровье, и Бог это все, я думаю, даст. Но тогда, когда Он считает нужным, и тем образом, каким Он считает нужным. Но самое главное, что Бог хочет изменить. Мы хотим изменить обстоятельства, а Бог хочет изменить нас. Первое, что Бог хочет, Бог хочет через эти обстоятельства изменить нас. Вот это Господняя цель. Я уже не буду читать. Я просто вспомню известные личности Сидрах, Месах и Авдинага. Я о них часто вспоминаю. Верующие люди. В Библии написано очень много о верующих людях, которые достойны подражания. Но этот пример, почему он мне нравится, они сказали там одну фразу, которая, как я уже когда-то раньше говорил, мне кажется, нужно написать эту фразу на табличке и повесить в каждом доме. А лучше всего повесить в наших сердцах. Говорит, Бог, Которому мы служим, Он силен спасти нас. Но если даже не будет этого, то знай, царь, что мы Богам Твоим служить не будем, и истукану, который ты поставил, не поклонимся. Слава Богу. Верующие люди. И иногда можно слышать, когда у кого-то заболел какой-то родственник, я понимаю, что, может быть, мне сейчас легко говорить. И члены той семьи говорят, что Он будет исцелен, потому что имя Господне должно быть прославлено. Я понимаю, этих людей, я их ни грамма не осуждаю, ни грамма, потому что не дай Бог никому таких обстоятельств, как у них. Но у меня один вопрос. А если Он не будет исцелен, имя Господне будет прославлено, если Он не будет исцелен? Я скажу, что должно быть. Должно быть прославлено имя Господне. Неважно, что происходит в нашей жизни. Действительно, очень правильные слова, что Бог наш силен. Бог наш силен дать нам финансы. Бог наш силен дать нам здоровье. Бог наш силен еще много чего сделать в нашей жизни. Но если не будет того, то каждый из нас должен остаться верующим. Просто остаться верующим, настоящим верующим. Я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас проверил свое сердце. И каждый себе задал этот вопрос, который задал вот этот дедушка с этого рассказа. Что, а ты вообще верующий? Когда меня дети раздражают, и я выхожу, как говорят, вышел из себя, есть такое выражение, разозлился, распсиховался, накричал на кого-то, или сосед там что-то, машину неправильно поставил, я с ним поругался, там что-нибудь. И вот стоит задать себе вопрос, а ты вообще верующий? Как ты себя ведешь? Ты верующий? Пусть Господь благословит каждого из нас проверить свое сердце. И последний стих, который я сейчас читаю, это записано во второй парапелеменон. Я попросил бы братьев высветить. 12 глава. Здесь происходит ситуация, когда один царь, это был, как я понимаю, сын Соломона, и давайте прочитаем эти шесть стихов, это будет проще, наверное. Когда царство Раваама утвердилось, и он сделался силен, с первого стиха, 12 глава, тогда он оставил закон Господен и весь Израиль с ним. Оставил закон Господен. На пятом году царство Нераваама Сусаким, царь египетский, пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа. С тысячей двумя стами колесниц и с шестидесятью тысячами всадников, и не было числа народу, который пришел за ним из Египта, Левианам, Сукхитам и Эфиоплянам, и взял укрепленные города в Иудее, и пришел к Иерусалиму. Тогда семей пророк пришел к Равааму, к езям иудеям, которые собрались в Иерусалим, спасаясь от Сусакима, и сказал им, так говорит Господь, вы оставили меня, зато и я оставлю вас в руки Сусакима. И вот здесь шестой стих, который я хотел прочитать. И смирились к князю Израилевы, и царь, и сказали, праведен Господь. Я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас, независимо, как я уже говорил, от наших финансовых обстоятельств, от нашего здоровья, может быть, еще от каких-то других обстоятельств, чтобы каждый из нас был достаточно верующим, чтобы сказать, праведен Господь. Давайте сегодня, когда мы ставим на эту молитву сейчас перед Богом, воздадим славу эту праведному Богу, который нашу жизнь держит в своих руках. И пусть Господь поможет каждому из нас быть настоящим верующим. Слава Ему. Аминь. Слава Ему.